Добрый день, друзья! Меня зовут Галина Турецко, я психолог, кандидат наук. Сегодня поговорим о том, что сопровождает ваш процесс снижения веса и что может стать причиной срыва и отката к прежнему питанию и прежнему образу жизни. Вы уже не едите то, что ели раньше, вам этого не хочется, а вы едите здоровую еду, и главное, вы меняетесь внутренне. Окружающие люди на это неизбежно реагируют, иногда довольно резко. Или поддерживают на словах, но что-то такое витает в воздухе, от чего становится неспокойно. Вот об этом сопротивлении других людей на ваш новый образ жизни сегодня и поговорим. Когда вы меняете пищевые привычки, то люди неосознанно реагируют, реагируют страхом перемен. Например, если вы раньше вместе ели пиццу, а теперь вы грызете морковку, это сигнал тревоги, который идет мимо сознания. Человек реагирует, сам того не понимая, например, придирается по мелочам. И почему так происходит? Во-первых, любые перемены воспринимаются болезненно, так как для нашего подсознания комфортнее поддерживать статус-кво, который уже сложился. Но тут есть конкретная подоплека. Вы становитесь лучше, привлекательнее, ваша ценность повышается, а другой человек остается прежним. Бесполезно доказывать, что ты самый любимый, никто больше не нужен. Умом человек может понимать, принимать, но подсознательно боится, что вы станете лучше и от этого ваши отношения непоправимо изменятся. Кого-то из мужей это заставит подняться с дивана и пойти в спортзал или как-то еще себя развивать. А кто-то будет выплескивать свое внутреннее напряжение на вас по поводу имбез. Представьте, как вы чувствуете себя в компании здоровых, подтянутых, стройных людей, если на вас висит 10-20 лишних килограммов. Они ничем не выдают своего к вам отношения, но вам, скорее всего, некомфортно, будто их стройность это личный упрек вам. Вы можете тихо отползти в норку, а можете проявить защитную агрессию, например, с кем-то поругаться, вспылить, накричать. Это иллюстрация того, как может чувствовать себя близкий человек, когда вы при нем жуете свою морковку. Он же сам понимает, что он питается неправильно, а вы, получается, правильно. И в его сознании это может приобретать такие формы, что вы его будто бы осуждаете. На самом деле он сам себя осудил, но спроецировал это на вас. В этой ситуации проще рыкнуть на вас, чем признать свою неправоту и самому начать меняться. Подчеркиваю, это происходит неосознанно. Далее. Вы начинаете еще больше заботиться о себе, у вас уже появляются видимые результаты. И это тоже натяжение внутренних струн отношений. В отношениях всегда кто-то главный. Если бы вы были главным, то такая проблема бы не возникала. А если главным был кто-то другой, то сейчас, меняясь телом, вы повышаете свой статус в отношениях. И тот партнер, чей статус за счет этого снижается, подсознательно атакует вас, чтобы вернуть привычное положение вещей. Как с этим быть, как меняться комфортно для себя и для других, и даже как менять других через собственные изменения. Это все мы делаем на программе «Прививка от лишнего веса». А пока вот маленькая хитрость, чтобы прекратить подсознательный саботаж со стороны близких людей, подруг, коллег, мужей, родителей. Первое. Не надо взахлеб рассказывать, что вы узнали про снижение веса, как вы теперь питаетесь и как вы теперь по-другому себя чувствуете, живете. Тем более не надо обращать в свою диетическую веру даже из самых лучших побуждений. Первое. Делайте все как бы между прочим, не акцентируя на этом внимания. Второе. Вам нужно снять подсознательный страх перемен в ваших близких. Для этого важно поднять и укрепить пожатнувшийся статус вашего партнера. Всячески подчеркивайте его компетентность, насколько вам важно его мнение. Попросите помощи в соблюдении новых правил питания, но только так, чтобы это не ущемляло его интересы. Например, просить его, чтобы не покупал и не приносил домой пиццу – это плохая просьба. Но он может прийти к этой мысли сам. Если вы поплачетесь, что вам трудно не реагировать на соблазны, доносите мысль, что это не навсегда. Это просто эксперимент на время. Расскажите, почему вам важен этот эксперимент. Говорите о тех ваших целях, которые связаны с этим партнером. Рисуйте картину общего будущего. И тогда страх перемен нейтрализован, и агрессор может стать вашим добровольным помощником. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями. Пройдите тест пищевого поведения на моем сайте прививка-отвеса.ру, если вы еще этого не сделали. И, конечно, желаю вам стройности, легкости, и чтобы ваши близкие искренне вас поддерживали. Продолжение следует...